Меня некоторые люди спросили, а почему вы ничего не говорите о предстоящих выборах в Мосгордуму? Там ведь такие страсти. В очередной раз кандидатов оппозиционных не зарегистрировали. Люди возмущаются, то там, то тут митинги. Вот сегодня Алексея Навального в очередной раз задержали на 30 суток. Смотрел как-то недавно ролик Тихого Барина и немножко так офигевал от того, что я слышу. Вроде бы взрослый мужик, я ничего не имею против Тихого Барина. Это просто для меня такой типичный русский, такой наивный, как ребенок. Хочет еще во что-то верить. Он там столько сказал правильных слов в отношении пламенной речи Алексея Навального, что просто за душу взяло Тихого Барина. И наконец-то он услышал те самые, самые главные слова, которые сейчас должны услышать все россияне. А теперь послушайте все же Навального. Вот такие или примерно такие слова должны говорить все лидеры партии и движений. И как можно чаще. Только не умеют наши лидеры хайпить, как Навальный, к сожалению. Никак не подтянутся. Ребята левые, активнее надо быть. Попробуйте повторять. Ловись волна, да не одна. Вот вдруг поможет реально. Москвичи, выходите, помогите согражданам бороться за ваше будущее. Ну а теперь Навальный. Привет, это Навальный. В связи с предыдущим оратором, я не могу у вас не спросить, как вы считаете, можно ли запретить любовь? Можно ли в России запретить любовь? Могут ли графологи запретить любовь? Могут ли рабочие группы запретить любовь? Мы собрались здесь ради любви и закона. Плачу и плачу, плачу и плачу. Плачу и плачу. Можно ли запретить любовь? Можно ли в России запретить любовь? И вот когда ты слышишь все это, ты думаешь, люди вообще, они по сторонам не смотрят. Они как-то 2 плюс 2 прибавить не могут. Или где находится корень всех этих детских надежд? Откуда они продолжают все еще надеяться? Что где-то вот сейчас, вот этот фурпост, который они возьмут и протолкнут изо всех сил своих двух или одного оппозиционного кандидата. Из-за этого будет возмущаться вся страна. И вся Москва встанет на уши. Да, вот это наша борьба за свободу. Мы этому Володе Путину покажем вот такой вот палец и скажем, как же мы тебя не уважаем, Вова. Вот глядя на все это, я просто развожу руками. Что здесь комментировать, друзья мои? Чем эта ситуация с этими выборами отличается от других выборов? Президент или кого угодно. Но всегда ведь одно и то же. И всегда один и тот же сценарий. Возникают спонтанные митинги или не спонтанные, организованные Димой Гудковым или на этот раз Соболевой или каким-то еще Соловьевым. Да, и где-то на передаче «Эхо Москвы» две престарелые тетушки, сложив ручки на груди с благоговением, комментируют. А нам говорили, у нас нет политиков. А вот теперь мы видим, политики у нас оказывается есть. Так что есть надежда у России. Вот не будет Путина. И тогда-то уж мы точно возьмем бразды правления. И тогда-то уж мы точно наведем порядок в стране. Ну вот, мне кажется, из позитивных все-таки выводов появилось. Мы видим, что появляются люди. Вот не просто так, гражданские активисты, а политики. Вот мы слушаем вот все эти дни выступления той же Любови Соболи, Ильи Яшина, Дмитрия Гудкова, ну, Алексея Навального, это уже как бы отдельная история. Но есть и Иван Жданов, есть Константин Генкаускас, Сергей Цукасов, я вот всех перечисляю, кого я для себя открыла. Это Александр Соловьев, совершенно прекрасный, харизматичный парень из одного из округов, тоже кандидат в Московскую городскую думу. И это сила. Это люди, которые всерьез идут в политику. Не просто какие-то дети. Это не дети с рюкзачками или с кроссовочками. И чем больше они стараются делать из них несмышленых детей или каких-то уличных хулиганов, тем больше впечатление ровно наоборот. Это серьезная сила, которая вот сила завтрашнего дня. Это в таком же точно духе от огромного количества оппозиционных журналистов. И все эти бесконечные разговоры и перетирания на эхи Москвы одного и того же. И очередная сцена задержания Лешеньки Навального. На этот раз он бедненький и шел покупать цветочки своей жене. Его задержали опять на 30 суток. И он опять разводит ручками. И смотрит жалостливо в камеру. Дескать, за что меня, миленькие. И во все это играет народ. И походу играть ему в это не надоедает. Все они по большому счету ждут, когда просто умрет Вова Путин. Вот вся надежда российского народа на смерть Володи Путина. И больше ни на что. Причем они даже не отдают себе отчет, что когда умрет Вова Путин, там давным-давно в элите уже существует план его замещения. Они этот вариант давным-давно со всех сторон обсосали, расставили, расписали. И вас они в этот план не пустят. Неужели это непонятно? И по-моему, любому здравомыслящему человеку очевидно, что Кремль разыгрывает одновременно три, а может быть даже четыре сценария. Один из которых называется Алеша Навальный. В случае чего мы запускаем его в качестве нового перспективного молодого президента свободной России. А то, что он очевидный план Кремля, а то, что он человек Чемезова, а то, что здесь нужно быть действительно дураком и дебилом, чтобы верить в какие-то его пламенные речи, видя, как разыгрывается в очередной раз очередная карта. И если бы он был, ну, хоть на мизинец оппозиционным деятелем, то сценарий разрабатывался совершенно по-другому. Россияне не могут устроить стояние одно на два-три дня бессменно. Они не могут даже маленький майданчик замутить. У них даже в голове это не возникает. Потому что они считают, что против вот этой мафиозной группы они выйдут, потрясут плакатиками перед их носом, и те там так сильно испугаются, что решат, да, необходимы демократические перемены. Я вообще вот эту всю возьму в России просто не понимаю. Я не понимаю, как это можно комментировать. Я очень извиняюсь за эмоции, но потому что чего вы ожидаете? Это страна труп. Я давным-давно говорю, если вас интересует конкретно моя точка зрения, то это страна труп. Это мы наблюдаем агонию, распад империи. Да, возможно, там будут какие-то вспышки. Наверное, поднимется народный бунт. Может быть, даже будет голодный бунт. Вот посмотрите на Венесуэлу, там тоже. И даже появился такой оппозиционный деятель, который обратился за помощью к США и к Европе. Помогите нам тут. И что, где он теперь? Ребята, неужели вы не понимаете, что в этой стране всегда управлять этой страной будут те, у кого есть доступ к ресурсам? То есть, грубо говоря, у кого есть доступ к трубе и к нефтяным вышкам. Все, вот это ваши руководители вашей страны. Владимир Путин, он, конечно, упырь, но Владимир Путин – это телевизионная картинка, это ничто. Владимир Путин – это вор в законе, который между своими пацанами налаживает порядок, чтобы они там не перекусали и не перебили друг друга, борясь за лучший кусок. Вот Владимир Путин – это просто вор в законе в своей мафиозной группе. Все. Но даже Владимир Путин сидит на нефтяной и газовой игле. И вот эти ребята руководят страной. Вы никогда не поменяете это положение вещей с каким-то там Алешей Навальным, на которого вы в очередной раз смотрите и ждете, когда же он там выйдет, через 15, 20, 30 суток и расскажет вам очередную историю, которую ему мягко подкладывают из ФСБ. Почему они это делают? Да потому что через Алексея Навального они показывают своим неугодным пацанам. Имейте в виду, ребята, у нас на вас есть компромат. Сиди тихонько, Димочка, в смысле Медведев. Ты там сильно не прыгай. Вот в случае чего мы на тебя имеем вот это и вот это. Вот сейчас пока тупому народу расскажем, а потом и тебя за жабры возьмем. Вот приблизительно для этого существует канал Алексея Навального. И я сейчас говорю уже вот так открыто, а раньше я говорил это, ну, в несколько завуалированной форме, но говорил всегда одно и то же. Ну и до каких пор этот народ будет верить, что что-то случится, что кто-то отдаст ему эту трубу или эти нефтяные вышки. Вот эти физиономии, это Соболь теперь, какие-то там вот эти Гудковы и все такое. Лично меня, ребята, меня тошнит от этих рож. Меня тошнит, потому что они играют в эту игру. Они время хотят показать, что в России происходят какие-то изменения, какая-то политическая жизнь, там что-то, ее простое происходит. А ведь сколько можно было бы сделать, даже сейчас уже в этой обстановке, но никто не хочет ничего этого делать, потому что они понимают. Они понимают, что ничего не будет. Одним словом, ребята, конечно же, идите голосуйте. Или не идите и не голосуйте. Делайте, что хотите. Только в этой стране, в этой стране лично я не вижу даже никаких подвижек к переменам. Мне лично вся эта крысиная возня и вот эти таракани и забеги, мне противно на это смотреть. И поэтому я сейчас ничего по этому поводу не говорю. Или вернее вот сейчас я высказался по этому поводу. Поэтому мое мнение такое, это все гудок паровоза, это все и развлечение. Вас найти несколько недель до выборов, а потом будет все то же самое. Все те же самые будни, выживание и все те же самые безумные законы и в очередной раз убьют какого-нибудь правозащитника. Подводя итог, я скажу просто. Это конченая страна. Это страна, которая идет к своему развалу. И неважно, идет ли она туда прямо или какими-то обводными путями, неважно, произойдет ли это через 10 лет или через 15, это все равно произойдет. И никогда, никогда мафиозная группа во главе с матерыми бандитами, а это не один Путин и даже не 5 человек, это многотысячная толпа завязанных между собой преступников. Они вам власть не отдадут. А вы теперь напишите в комментариях, какие у вас солнечные планы и насколько я неправ, и насколько я пессимист, и насколько я русофоб, и я не вижу, как наконец-то в России возродилось революционное движение. Вот напишите мне это, а я почитаю и посмеюсь. Попробуйте повторять, ловись волна, да не одна. Вот вдруг поможет реально. Попробуйте повторять, ловись волна, да не одна. Вот вдруг поможет реально. И в этой ситуации думать о том, что можно провести какие-то выборы, но это, знаете, как референдум на штыках, та же самая история. И с моей точки зрения, это, в общем-то, точно не может быть главным в деятельности оппозиции. Это моя личная точка зрения. Я знаю, что она вызывает очень много споров. Константин, ну а что, на ваш взгляд, нужно сейчас делать оппозиционерам? То есть вы предлагаете смириться им с этой ситуацией, просто бросить дело на полпути и, что называется, скушать вот этот вот отказ, которым их пытается накормить мэрия? Ну, смотрите, оппозиция говорит, что она готова протестовать только в рамках закона. В рамках закона вы всегда находитесь в подчинении властей. Я не призываю, может быть, нарушать закон, но я призываю подумать о каких-то других методах. Потому что, если честно сказать, вот это повторение, бесконечное повторение одной и той же ситуации. Оппозиция идет на выборы, на более-менее значимые ее не пускают. Она, в общем, разочаровывает, в том числе и сторонников. Сторонники начинают думать, а зачем мы, собственно, ходим, бьемся регулярно головой об одну и ту же стенку. Ну, в конце концов, ради того, чтобы там X, Y и Z сидели в парламенте, неважно, Москвы или даже в Государственной Думе, и ничего не могли изменить. По-моему, все думают, что вот есть такая теория малых дел. Можно там обсудить какие-то очень местные вопросы, ну, даже, может быть, московские вопросы, но не трогать федеральных тем. Ну, например, той же самой войны, противостояние с внешним миром, состояние экономики с монополизацией госкорпорациями. Мне кажется, оппозиция, уж если она хочет подняться на федеральный уровень, должна быть максимально радикально отличной во всех своих взглядах от власти. И вот это, мне кажется, с точки зрения имиджа было бы более правильным. Но, повторяю, знаю, что моя точка зрения дискуссионная, и, наверное, это может быть точка зрения человека, который видел события 89-91 года и основывается в чем-то на исторических паралетах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...